Всем привет! Хочу в этом видео поделиться с вами последними новостями из мира куколок Райнбл Хай и Нана на сюрприз. Куколки Райнбл Хай в 2020 году стали большим хитом в индустрии игрушек. Коллекционеры и любители кукол оценили их разнообразные детальные наряды, красочные волосы и отличную цену. Для качественных модных кукол с двумя комплектами одежды, их цена действительно доступна. Конечно же компания MJ не останавливается на успехе и серия продолжается. Куклы Райнбл Хай второй серии получают еще большие яркие цвета и тонкие оттенки. Также во второй коллекции должен выйти первый мальчик Райнбл Хай. Как и первая серия, они будут идти с двумя комплектами одежды и обуви. И нас ждут новые героини. Белла Паркер, Миа Перидот, Эмбер Райн и другие. А также новые цвета. Теперь радуга получает множество красивых тонких оттенков, среди которых розовый, фуксия, индига, пастельная радуга, салатовый неон и бирюзовый, который и представит кукла Мальчик. А вот и представительница нежно-розового цвета Белла Паркер. Ее и остальных уже знакомых нам куколок можно разглядеть в новом мультсериале Райнбл Хай. Все они представлены в виде анимированных персонажей. Основные действия сериала происходят в школе изящных искусств, где и учатся куколки. И уже в первом эпизоде мы не только видим образы Руби, Поппи, Санни, Скайлетт, Вайлетт и других, но и видим характер каждой из них. Кроме знакомых персонажей мы познакомимся и с новыми, директором школы Лу Райт и новыми учениками, среди которых первый мальчик Эйден, а также девчонки Эйвери и Эйнсли. Эйвери нам уже знакома, правда нам представили ее анимированный образ без челки. Видимо на каком-то этапе производства было принято решение добавить ей челку, а времени на корректировку анимационной версии уже не было. Первый мальчик Эйден получился очень симпатичный и стильный, у него преобладает белый цвет в одежде, хотя он представляет бирюзовый цвет радуги, может его волосы представляют этот цвет, но тоже по-моему как-то мимо. А как он вам? Напишите в комментариях. Еще один новый персонаж куколка Эйнсли, которая в черном наряде и с темно-фиолетовыми волосами, а также радужным макияжем и ее нет во второй серии, но лично мне хочется увидеть Эйнсли и директор Алу Райт в кукольном образе. И возможно это будет совсем скоро, в третьей серии куколок или эксклюзивных лимитированных коллекциях. Но и так как эти куколки появились совсем недавно, то у многих возникают вопросы о их росте, пропорциях и одежде. Покопавшись в просторах интернета, я нашла следующую информацию. Рост куколки Райнбл Хай примерно такой же, как и у куколок Монстер Хай. Они немного выше куколок Лол ОМГ и также немного ниже куколок Барби. Одежда Райнбл Хай очень хорошо подходит для кукол Барби. На куколках Лол ОМГ хорошо сидит топ, а вот юбка довольно свободная. Обувь тоже слишком велика. На куколках Монстер Хай одежда выглядит слишком большой, но толстовка очень даже хорошо сидит. Куколкам старших сестер Монстер Хай подходят туфельки. Также важные деталью является то, что у куколок Райнбл Хай голова намного больше, чем у куколок Лол ОМГ. Ну и несомненно, их макияж самый яркий и красивый. Серия куколок Нананас Сюрпрайз Спаркл. Это совершенно новая коллекция куколок Нананас Сюрпрайз. Но она является продолжением базовой серии. Куколки Нананас Сюрпрайз Спаркл поставляются в красивой блестящей сверкающей упаковке с изображением русалочки на обложке. Сумочки тоже будут сверкающими и будут декорированы блестящими пайетками. В новой серии Нананас Сюрпрайз шесть персонажей. Русалочка, дельфин, кит, утка, пингвин и попугай. А вот и их имена. Пингвиненок Андре Лавина, дельфинчик Кристо Сплэш, русалочка Марина Джевелс, попугайчик Бекки Баконир, уточка Дарья Даки и кит Сейлор Блю. Как и предыдущая серия, у куколок мягкое тельце и красивые длинные волосы, а также обалденные аксессуарчики. А кому вы отдаете предпочтение? Куколкам Райан Булхай или на Нанас Сюрпрайз? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные видосики. Всем пока-пока!